Всем добрый вечер. Нет, 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 нет. Я не тот, про кого вы подумали. Я не Алексей Щербаков. Ладно, друзья, на самом деле меня зовут Алихан Шериев, и я казах. Я вам показал в начале Нурлана Сабурова, он тоже казах, но живущий в Москве. Устроился, блин. Казах в Москве, это, ну знаете этих, айфон, номер три семерки, штаны целые. А вы попробуйте быть казахом в кургане. Быть казахом в кургане одновременно странно и очень интересно. Вот, например, интересный факт, я не единственный казах в семье. Именно поэтому я не люблю играть в мафию с родственниками. Вообще нифига не понятно, когда город засыпает. Еще в кургане постоянно меня спрашивают, а что будет, если ты съешь свинину? Что будет, что будет, что будет? Ничего не будет. Я же стою здесь. Еще вот эти странные люди, которые подходят, говорят, как тебя зовут? Я говорю Алихан, а не говорят, а как это на русском. Я же не спрашиваю, как у вас имя на казахском. Вот, например, девушка, как вас зовут? Марина, да? Знаете, как это будет на казахском? И Марина! Чай сделай! Еще вот эти люди постоянно, которые спрашивают, а почему вы постоянно коней едите? Ну, это не совсем верно. Лошадей мы едим тоже. Мы не феминисты. Есть вообще в зале люди, которые пробовали конину? Похлопайте. Остальные, что, не пьющие, что ли? Ну, несмотря на все ситуации, во всем этом есть и плюсы. Вот, например, недавно, совершенно случайно, в толпе толкнул девушку. Она на меня повернулась и говорит, пфффф, понаехали. Езжайте к себе. И мы поехали ко мне. Я рассказал вам, как трудно быть казахом в Кургане. А мне еще труднее. Ведь я вообще из Курганской области. Это вообще жесть, трэш. Кстати, это название районов. Я живу на самой границе с Казахстаном, естественно, в Курганской области. И когда я пересекаю границу, я чувствую себя, как рыба в воде, как акула. Но я не просто акула, я казахская акула. Знаете, как разговаривают казахские акулы? Эх, кровь. Кровь, брат, имеется. Резус-фактор какой. Положительный или жесткий отрицалово. Но в Курганской области все совсем по-другому. Вот, например, есть ли у вас соседка, которая с землей разговаривает? У меня есть. Знаете, идешь мимо ее огорода, она там такая с граблями. Сейчас мы земельку причешем. Земельке нравится. Она нам урожай даст. Думаю... Капец. Я ее однажды спросил, говорю, зачем вы с неодушевленными предметами разговариваете? Она говорит, грабли — это он не вам. И больше я на эти грабли не наступал. Но несмотря на все, что я вам рассказал про Курганскую область, я очень люблю свою родину. Я ее прям обожаю. Ведь я родился в Казахстане. На этом все. Всем большой рахмет. Спасибо!